Итак, когда подчиненные уважают человека, есть несколько способов. Одни из них всегда проигрышные, но иногда нужны, а другие всегда выигрышные, и они, в общем-то, и не нужны. Первый способ проигрышный – это давление. У тебя нет сил справиться с человеком, ситуация вышла из-под контроля. Надо на него нажать, жестко, строго, ну как угодно. Ты не контролируешь себя, ты злишься на него, кричишь, но у тебя нет выхода, если ты не будешь этого делать, будет еще хуже. Почему ты злишься на него? Потому что ты слаб. И надо сделать вывод, что если ты слаб перед этим человеком, то есть два варианта. Если ты не можешь быть сильнее, выгони его, а если можешь, тогда стань таким. Потому что когда ты силен, тебе не нужно ничего контролировать. Когда человек сильный заходит куда-то, все контролируется само собой. Не надо никого кричать, давить, все подчиняются. Есть разные виды силы. Та энергия, которую я вам рассказывал, там длительное движение, неподвижное положение тела – это сила человека, вырабатывает сила. А есть также сила деликатного обращения с людьми, то есть сила юридическая. Допустим, человек что-то делает, ты знаешь по закону, что за это будет? Опа! Это тоже сила. Есть сила, допустим, в отношениях, допустим, ты пришел в коллектив какой-то и с ними разговариваешь, раз звоночек. Ты берешь трубку, а это из правительства, а ты с ними разговариваешь на равных. Ни фига себе, а ты молодой, тебе 25 лет. Вот и сила. То есть есть сила отношений с равными. То есть у правителя, у руководителя должны быть друзья руководителей. Это тоже дает силу. Ну то есть все это виды силы разные. Положение в обществе должно быть у руководителя обязательно. Он не должен быть просто непонятно кем. Статус, одежда тоже. Есть три вида одежды. Люди, которые не являются лидерами, они одеваются согласно моде. Ну то есть мода пошла, допустим, там надо с дырками в джинсах ходить, там хорошо. Мода с дырками, ходим с дырками. Там длинный нос, значит длинный нос. Люди это так делают. Есть люди как бы трех слоев. Есть нижний слой, есть средний слой, а есть верхний. Вот если человек верхнего слоя, он должен всегда одеваться строго в соответствии с законами светского общества. Ну то есть, понимаете, не светского даже, а элитного общества. Понимаете? То есть он должен эти законы применять. Обычно это такая красивая строгая одежда. Человек среднего слоя, он одевается модно. Ну в соответствии с одеждой, модой среднего слоя. Там это, ну там, круто как-то так. Ну, понимаете? И есть люди низшего слоя, они одеваются так, как им нравится. Ну, они как бы не включены в моду. Ни мода, ни стиль никакой они не поддерживают. Просто вот им нравится так ходить, они так ходят. Все. Если человек высшего сословия, высшего слоя, руководитель ходит, как ему нравится, он теряет силу. Он должен ходить так, как положено этому слою. Означает классическая, деловая, серьезная одежда. Очень классическая, правильная прическа. Ну, то есть, классический стиль, серьезный. Чтобы уважали люди, потому что это ты, значит, принадлежишь вот этому слою. Если человек очень уважаемый, его все уважают, и он чуть-чуть облегчает стиль, уже не сильно классический, то это очень крутой понт. Ну, то есть, он там без сюртука, без всего, так, очень, так, по-доброму, как бы. Ну, вот, допустим, все в сюртуках, а ты самый старший, ну, ты, как бы, просто в рубашечке, так. Это очень круто. Это означает, что ты не боишься, что тебя не будут уважать. Это вообще просто писк. Но если ты не такой человек, не такой крутой, и пришел так, то это твои проблемы. Ну, то есть, одежда имеет значение тоже. Все имеет значение. Субтитры создавал DimaTorzok